Это пугает, когда на мусорке или где-то в экологически чистых районах находят ленточку, где написано «фабрика каркасов». Вот это наш минус. Потому что все, кто работает на ЛСТК, во-первых, не используют упаковку такую. Все мотают каким-то грёбаным пакетом, каким-то маркером. Это стрёмно, во-первых, выглядит. А если используют ленту, то используют обычную белую такую. Ну, тоже некрасиво, да? Не фирма. А вот это вроде как бы фирма. Но когда она лежит на экологической зоне, потому что, блин, мы фабрика, которая засоряет эту планету. Если делать её экологически чистой. Друзья, да, вот у меня просьба. Если у вас есть выходы на компании, которые делают такие PET-ленты из тех материалов, которые разлагаются быстро. Ну, их называют какие-то экологически чистые. Да, биоразлагаемые. Да, биоразлагаемый пластик. Я очень вас умоляю, прошу, если есть, дайте контакт. По любой цене готовы покупать, для нас это небольшие траты, но о природе мы хотим позаботиться. Так как, в принципе, наша технология экологически чистая, хотелось бы, чтобы и ленточка, упаковываясь, тоже соответствовала. Друзья, снова привет, Роман, Виталик. Владимир. Слушай, прикольно с вами, это уже третий ролик, четвертый по счету, и каждый объект по визуальному, эстетическому виду один лучше другого. Друзья, это фабрика каркаса, с вами Владимир Лозенко, Виталий, Роман. Это фабрика каркасов Калининграда, и мы до сих пор путешествуем по Калининграду и изучаем те объекты, которые были построены. Сегодня мы хотим поговорить о интересной теме. Очень многие из вас ее постоянно пишут в комментариях, мучают. Ну расскажи, ну покажи, ну почему же вы не используете, ну что же вы такие отсталые, что же вы такие древние, уже давно еще более новые технологии. Конечно, кто-то из вас уже понял, речь идет об утеплении домов, построенных на каркасах холостока, технологией пенополиуретана, то есть напыление пенополиуретаном. Сейчас многие из вас обрадуются, а я вас буду огорчать, потому что для меня это не самый лучший утеплитель, который можно было придумать, в частности, жилого домостроения. Хотя сам утеплитель офигенский. Ну как это так? Вот, собственно, мы сегодня поговорим про дома, которые вот стоят за нашей спиной. Два дома, построенные по технологии лостока, а утепление сделано пенополиуретаном методом напыления. Но, примечательно, здесь надо сказать, что заказчик-девелопер сам выбирал технологию, сам выбирал узлы, мы только помогали делать, проектировать каркас. Да. Соответственно, архитектура тоже его была сама? Да, архитектура его была. Немножко доработали. Немножко доработали, да. Не получалось по планировке на втором этаже, мы немножко... Ну, а несмотря на то, что заказчик, по сути дела, сам вел этот проект, сам закрывал, сам утеплял, сам применял и принимал решение по материалу, который выбрать, мы сможем, в принципе, дать какие-то цифры для ребят, которые смотрят нас, ну, чтобы сориентировать, сколько стоят такие дома. По каркасу, по сборке можем дать, а все остальное... А напыление, обшивка, то есть тяжело будет сориентировать? Это да, это все заказчик взял на себя, и конкретных цифр вообще даже не... Ну, дешевле, дороже, чем традиционная наша технология легкого монолита. Как заказчик говорит, плюс-минус так же. То же самое. А вопрос, если цена одинаковая, нафига платить больше, но зачем выбирать другую технологию, когда есть легкий монолит, и это вам не каркасник. Проект заказчика был свой, мы вкладывались в пятно застройки, нас в ограниченные рамки поставили, ну и, соответственно, мы из этих рамок смотрели, какие комнаты нужно нам впихать во второй этаж, потому что это было очень тяжело. Он сказал, там должно быть три комнаты, не меньше, и еще санузел, да, по-моему? Да. То есть там три комнаты и санузел. И на втором этаже, когда еще и лестница у тебя идет, много места занимает, это очень сложно сделать, когда у тебя габариты дома небольшого размера. Вот, поэтому там особенная планировка, мы тоже, да, это покажем. А площадка, ну, площадь посадки на участок какая здесь? Семь-двадцать, а вот сюда хоть четырнадцать, но мы вписали там в районе девяти, девяти с половиной. Ну, это три сотки примерно, да? Три с половиной, четыре сотки где-то вот в этом пределе. Ну, смотрится симпатично, так со стороны смотришь, очень приятно, симпатично домик. Большие панорамные окна внизу такие, считаю, панорамные. Остекление это исключительно заказчик, потому что, опять же, ну, то есть в плане экономии он сокращал размеры окон. Не, ну, если говорить про классическую архитектуру, ну, вот напротив у нас стоит газоблок, да, ну, совсем классический, ну, то есть на фоне, ну, смотрится неплохо. Ну, как, аккуратно, что ли, да, ты как-то более симпатичненько. Так-то мы понимаем, что такой формат довольно-таки такой экономный формат. Если бы нам развязали руки, мы бы сделали бы, конечно. Я знаю, мы уже видели, что вы можете. Но здесь, опять же, особое возражение было, мне нужно дешевле, да? Да. Да? Да, в цель, в цель, в цель экономии. Я понял. Так оттого получается площадь дома 120 квадратных метров, 3 комнаты спальни и 2 санузла. 3 наверху комнаты, одна внизу спальня, то есть получается 4 спальни, гостиная, кухня-гостиная на первом этаже, котельная и санузел. Тут его очень интересное решение, надо об этом сказать, что мы в подлестничном пространстве с помощью ЛСТК нам удалось расширить котельную за счет второго марша. И под этой лестницей тоже еще можно разместить какое-то оборудование. Ну, сейчас зайдем в дом, покажем, наглядно там посмотрим, да? Да, да. Какой фундамент здесь применялся? Лента, сваи и ростверк сверху. Кто делал расчет фундамента? Мы делали, наверное, расчет фундамента. Мы дали свои рекомендации, они выполнили просто. Он их посчитал и сказал, да, вполне устраивает. Они все равно оптимизировали по-своему, в общем, как им было нужно. Ну, девелоперы, девелоперы они такие, то есть им нужно везде, как говорится, оптимизировать. Но из практики, сам так вот понимаю, сама практика девелопмента, что друзья, лучше прислушайтесь мнения своих архитекторов, потому что они плохого не посоветуют, они вкладывают душу, энергию в проект. И когда я вижу, когда проект не отходил от построенного, не отошло от архитектурного решения, то есть это смотрится реально очень красиво и симпатично, поэтому лучше выполнять эти рекомендации. От этого успех реализации вашего девелоперского проекта, неважно, это в единственном случае вы строите коттеджный какой-то домик или поселок, либо целый комплекс. В любом случае вы выиграете только. Ну, а когда, конечно, еще вот, даже вот видим, да, одно дело был один домик бы построен, а тут их два, и ты понимаешь, когда их три-четыре в одном стиле рядом, это влияет на ценность, в принципе, продукта. Поэтому, если вы затеяли девелопмент, то, конечно, строите хотя бы там два-три домика. Это совсем по-другому смотрится, и тогда не будет эффекта, что слева у вас там какая-то избушка стоит, а справа ваш дом, потому что по факту получается вид лучше у избушки из окон на ваш дом, чем наоборот, то есть это тоже влияет. Фасады мы видим, что они здесь экономичные, с оптимизированные, но, тем не менее, опять же, сдалека смотрятся довольно-таки симпатично. Но если в двух словах, это что у нас? Пенополистирол, декоративная штука. Самое простое, что можно было придумать, да? Да. То есть, но в целом это пример такого самого недорогого фасада после винилового сайдинга, наверное. Да. То есть, вот если спрашивают, а чем можно делать еще подешевле? Вот следующее после винилового сайдинга, это примерно вот этот фасад. Дальше идут потом сайдинг кендрал, обшивка деревом, вагонка, наверное, да? Да, ну, какие-то панели всяческие, термопанели, то есть можно... Ну, термопанели дороже будет, термопанели. Ну, плюс-минус. И вот это уже решение тоже будет дороже? Это просто по трафарету, та же самая декоративная штукатурка. Ай, да ладно? Это даже не на сетке кирпичей, которые... Да, это просто трафареты, пластиком. То есть, там пенопласт, проштукатурен, соответственно, через сеточку, загрунтован. Загрунтован, да. Это кварцгрунт, просто белый цвет, и сверху трафарет. Загрунтовали кварцгрунт, ну, через сетку, соответственно, и трафарет, и нанесли вот такую же штукатурку декоративную. Просто уже сразу покрасив через трафарет цвет. Она в цвете уже идет в теле. Покрашенная, ее наносишь, когда... Это заказчик так догадался, да? Нет, у нас многие так делают. Да? Да, у нас на многоквартирных... Регион талантов. На многоквартирных домах такие вещи исполняю. И как долго она... Ну, в принципе, живет как штукатурка. Да, 25 лет, 30 лет, как панцирь будет работать. Блин, друзья, ну, чем больше видишь объектов, тем больше удивляешься. Я бы, наверное, как, не додумался бы такого решения, потому что вроде кажется, ну, совсем просто. Но реально смотрится очень симпатично. Не знаю, что вы думаете по поводу такого решения, напишите комментарий. Собственно, наверное, в наше время, в то время, когда нужно экономить, ну, наверное, имеет место быть. Да. Причем это можно сделать спокойно в ручном режиме, там, сына поставить, и он тебе сделает фасад каменный. А со стороны смотрится, ну, как клинкер из бетонного кирпича, какой-нибудь такого. Интересно. Значит, здесь, друзья, надо понимать, что здесь экономичный пирог. Ну, я так делать для себя не рекомендую. Но, тем не менее, он тоже имеет место быть. Почему? Ну, потому что даже вот как Сергей Стройхлан с Петрушей мы общались, ну, не совсем этично использовать именно такой пенопласт на фасадах. Хотя я его очень часто использую по штукатурку. Но это решение имеет место быть, но когда вопрос стоит огнестойкости, а мы очень часто заточены под те решения, которые также могут быть опробированы для государственных объектов, для тех объектов, где могут пройти строительная экспертиза, ну, такое, конечно, не пропустят. Но в частном домостроении мы сплошь и рядом видим такие решения, но уж лучше точно утеплять, чем не утеплять совсем, как многие считают, что, да, и там, недавно даже Глеб Грин выпускал ролик, где говорил, что, ребят, надо утеплять, надо утеплять дома с газоблокой. То, что вы там рассказываете, что это газоблок, не нужно утеплять, ну, это вопрос. Да, понятно, у кого-то это проходит бесследно и все нормально, но есть технологии, которые нужно соблюдать. То же самое здесь. Внешнее утепление может быть таким. Здесь, как сказали ребята, это декоративно нарисованный кирпич, так его назовем, но смотрится реально прикольно. Пенопласт, 140 миллиметров, это каркас профиля, утепленный, как мы сказали, пенополиуретаном напыление, и один слой гипсокартон, но это прочный гипсокартон, гипрок. Хотя, опять же, мы всегда рекомендуем делать все-таки два слоя стандартным, это по деньгам тоже самое примерно выходит, и он все-таки больше служит, чем опалу. Но тут уже... По дороже выходит. По дороже выходит. Намного? Да, у нас в Калининграде, да. А у нас, наоборот, дешевле, проще два слоя гипсокартона и эффект другой, чем вот один. Но это, опять же, вопрос цены и вопрос вкуса заказчика. Я в споре здесь не буду, а то скажут, что-то Калининград один делает, а тут два. Но это разные материалы, тут плотность другая. Он же один работает под опалубку нормально, под пенометаном даже. Так, ну не стесняйтесь, заходите, заходим. Но что нужно отметить, что здесь чисто, и даже когда здание еще не построено, все равно чисто и приятно находиться в такой стройке. Здесь, наверное, опять надо дать должность все-таки технологии. Здесь сухая стяжка мы видим, да, полсухая? Да, полсухая стяжка. Друзья, ну вот, как говорится, и дождались на нашем канале дом, утепленный пенополиуретаном. Все, посмотрите, крыша, стены, все как единый цельный кокон. Друзья, и тут я хочу сказать, это решение, оно офигенное. Оно реально теплое. То есть, здесь надо понимать, что энергоэффективность такого дома по коэффициенту теплопроводности, ну тут, наверное, прям раза в два будет. Пять-шесть, наверное, точно. То есть, она в два раза точно будет превышать. То есть, условно говоря, такой утеплитель есть смысл использовать, когда стоят две задачи. Это сделать пассивный дом, который, по сути дела, будет сам себя обеспечивать теплом, холодом и минимальный, даже очень пассивный, это когда не требует отопления и ресурсов на его поддержание там, да, либо охлаждение. Либо, второй случай, когда у вас очень ограничена толщина утепления стены, ну и какой-то, допустим, дальний регион. Это третий вариант. И мы сейчас каждый из этих вариантов по отдельности рассмотрим. Но, на мой взгляд, если особенно мы говорим про девеломпмент, про девеломпмент, вот из моей практики, такой утеплитель для того, чтобы строить дома и продавать, ну, такой проблемный. Почему? Менталитет. То есть, если мы говорим все-таки про дома, залитые монолитным пенобетоном, технологии легкий монолит, это все-таки ассоциация с камнем, это ассоциация с каким-то таким надежным структурным материалом. Здесь все-таки пена, и, конечно, у потребителя на первый взгляд может возникать такое сомнение. То есть, это надо объяснять, лишь раз рассказывать, говорить, что, ребят, вы не правы, это очень теплый дом, вот наши холодильники, наши автомобили там, да, все-все-все состоит из этого материала, и он экологически чистый, и они будут правы, эти продавцы. Вот на сто процентов. Но очень тяжело убедить человека, что он всю жизнь мечтал и жил, жил или мечтал о каменном доме, а потом заехал дом, ну, для него это пенопласт, это не пена-полиуретан, для него это пенопласт. Тут так, о, пенопласт, каркас, да ну, какая-то микс. То есть, речь о чем, что такие дома с вероятностью там 80% продавать будет гораздо сложнее, если бы нежели дом был сделан даже хотя бы утеплен базальтом утеплителем, как каркасный деревянный дом. Только проблема в этом. Но сам материал, он реально энергоэффективный и удобный. Но есть самая основная боль в этой технологии, именно утепление пенополиуретаном, которая лично меня очень сильно морочит. Толщина утеплителя, чтобы выдержать вот этот коэффициент теплопроводности, который необходим для города Калининграда, мы говорим на примере этого объекта, да, она достаточно, вот здесь, по-моему, если не ошибаюсь, сантиметров 6-7 напылено. Ну, вот они считали по расчету, да, наверное, 6-7. Нет, здесь 7-40, наверное, 100-120 напылено получается. Ну, сотка, ну, где-то сотка, да, ну, вот и смотрим, сотка. И вот этих 10 сантиметров пенополиуретана достаточно, чтобы была реально хорошая энергоэффективность, то есть, в два раза превышающий коэффициент теплопроводности. Это факт. Но из-за того, что образуется пустота между утеплителем и стойками профиля, то есть, вот сейчас за гипсокартоном есть пустоты, пустоты. И если мы будем даже просто пробивать гипсокартон, ну, визуально это неэстетично, но представьте, там дети бегают по квартире, там, да, кто-то ходит, кто-то стукнул, ну, то есть, такой, как, звучит, как обычная гипсокартонная перегородка, где даже вата не зажата в распорку. От этого можно было уйти. То есть, условно говоря, если бы гипсокартон прижимать вот в это место, где он упирается, и, скажем, мы бы срезали вот этот лишний слой и закрыли бы гипсокартоном, то звук был бы, соответственно, уже более гулким, таким, более тупым, как сказать, более глухим, да, и он был бы более приятный на ощущение. Но, извините, это уже еще плюс 5 сантиметров, а это уже в копеечку бьет. И, соответственно, такая технология просто будет нерентабельна для применения в проектах девелопмента. Я вот только это хотел объяснить. Вы согласны, ребят? Да. Я же ничего лишнего не сказал. Поэтому утеплитель классный. Его характеристики классные, но использовать его, ну, это как, не знаю, купить Феррари и ездить только со скоростью 40 км в час. То есть, его нужно использовать, на мой взгляд, туда, где можно заменить сэнгич-панель. Да. Ну, чтобы не переплачивать за второй слой листа, сделали обрешетку, напылили на топор-флист утеплитель, закрыли тонкая стена, но она энергоэффективна. Его можно использовать хорошо для домиков на колесах маленьких, где тонкие стены нужно сделать и запылить. И он очень хорошо работает на динамику. То есть, у него, если даже, ну, не сейсмика, а какая-то динамическая нагрузка на каркас, он хорошо очень держит структуру. Да, отработает. Да, отработает прям очень классно. Его очень круто. Вот это сейчас внимание. Вот даже эту информацию можете отдельно переслать тем, кто занимается строительством модульных вахтовых городков на северах, на сложно доступных районах, где реально логистика имеет очень важную ценность. Поэтому, друзья, пенополиуретан – это лучший материал, который можно использовать для решения вопросов обеспечения вахтовыми и бытовыми поселками, комплексами для нефтяников, угольщиков. То есть, там, где тяжело проехать в летнее время, где болотистая местность, или где вечная мерзлота, пенополиуретан как утеплитель очень хорошо подходит. Почему? Потому что именно по этой технологии делаются все сэндвич-панели, которые применяются в таком строительстве, в таких регионах, на таких объектах. А это получается та же сэндвич-панель, но только в жидком виде, довезена на объект. И в одном кубе компонента, вот этого пенополиуретана – это одна бочка. В одной такой бочке можно в итоге на площадке получить 23 куба утеплителя в стенах. Представьте, то есть у вас в 23 раза сокращается объем перевоза по логистике. То есть, если вы то же самое по площади утепления в кубах повезете сэндвич-панель, то это у вас будет, условно говоря, как минимум одна фура. Одна полноценная фура сэндвич-панели, которая будет себе заставлять вот эти 23 куба утепления стен. А в случае с компонентами для пенополиуретана, это будет просто одна бочка, куб, которых вы можете в машину поставить, ну, где-то около, наверное, 10 штук, и получить в итоге 230 кубических метров утеплителя. Представьте, в 23 раза вы сокращаете логистику. Поэтому мое предложение для таких решений какое. На место, если регионы не очень холодные, то есть до минус 35, вы перевозите мобильные линии, которые мы производим, на место привозите только рулон металла, фури, а в одной фуре можно перевезти металла на 500-600 квадратных метров зданий, то есть в строительной площади здания. Когда речь идет о перевозке мобильных вот этих вагончиков бытовых, то в одной фуре даже в сложном состоянии можно перевезти всего лишь на 100 квадратных метров, то есть тоже логистика сокращается в 6 раз. То есть вы перевозите на объект станок, металл перевозите на объект уже в фуре, и в фуре также привозятся вот эти компоненты для утеплителя. И остается завести только листовой материал на месте, в ближайших регионах не нужно вести этот производство, где производятся сэнгич-панели или каркасы. Самый ближайший регион, где производятся листовые материалы, которые нужны вам, это профнастил, это ламинированный гипсокартон, это обычный гипсокартон, все это собирается на объекте, на месте выполняются работы, и все это зашивается. Единственное, учитывайте температурные параметры, потому что напыление пенополиуретана должно происходить в особых условиях по температуре, и сборка каркаса тоже в особых условиях, потому что когда уже минус 40, минус 60, уже тяжело, крепеж может ломаться, ну когда прям совсем холодно. Но опять же, можно быстренько рядом где-то в более теплом климате в цехах собирать, допустим, готовые стеновые блоки панели, ввести уже на площадку, собрано, в любом случае вы сэкономите на логистике. Поэтому да, пенополиуретан это самый лучший материал для применения его в коммерческой структуре, особенно в тех регионах, где выполняются задачи по строительству бытовых вахтовых комплексов, нефтяники, газовики, угольщики и еще какая-то промышленность. Либо, в принципе, когда нужно строить где-то далеко. И даже может речь идти о глэмпинге, о каких-то дальних регионах, строить какие-то модульные, где-то в горах, куда реально тяжело поднимать материалы. Затащили бочку ППУ, затащили каркас, собрали, напылили. То есть объем возить не надо. Вертолетом бочку подвезли и напыление произвели. Цемент так не привезешь, вату такой объем, вертолет слишком дорого, а бочка ППУ на один дом, вот как раз на 23 куба, может спокойно на небольшой домик вполне хватить. Или знаете, какая идея, друзья? Я не знаю, если среди вас есть подписчики, которые все-таки эту идею подхватят, я со своей стороны готов в качестве, как говорится, коммерческого проекта дать каркас для таких нужд. Не знаю, посмотрим, насколько этот проект интересен. Может, либо по себестоимости, либо, в принципе, как для участия в коммерческом проекте. Если кто-то из вас решит такой дом возрудить на низкорамной платформе 12-метровой, то есть фура, полуприцеп, сделать вот такой вот домик на колесах, вот как есть, там Вулл Смит катается, там дом на колесах с мебелью мебелированный. То есть вот эта технология тоже подходит. Каркас ластыка, запыление пенополиуретаном, внешняя облицовка композитом каким-то там под заклепку, то есть и получить такую красивую мини-гостиницу на колесах, которая, ну я знаю, кому это может потребоваться, фанатикам, которые любят путешествовать, а сейчас по нашей стране только надо путешествовать, да, либо тем, кто, в принципе, какие-то передвижные штабы, офисы, ну какие-то креативные назначения, может, не знаю, магазины какие-то интересные. То есть тут есть нюанс регистрации этого прицепа, как это будет перевозиться, как, типа, он на полуприцепе стоит такой домик, либо это, в принципе, дом на колесах, то есть тут нужно решать. Ну, в общем, если у вас будет в голове такая идея, вот мы тут фотографии идеи накидаем сейчас на кадре, обращайтесь, буду рад покреативить вместе с вами, а потом это показать на нашем канале, да, ну прикольное решение. Есть в Калининграде ребята, которые занимаются, они с Денисом Лазенко общаются. Ну, это маленький домик, это не то, это не в обиду этим ребятам, а я говорю прямо, полномасштабная фура, 12 метров приезжает, автодом такой. Человек, который здесь, в Калининграде, хотел развивать ВСТК, он предлагал на воде эти подобники поставить. Кстати, вот, тоже хорошо подходит на воде, очень хороший. Да, кстати, друзья, блин, Ром, классно сказал, да, реально. И у нас есть проект на воде, который мы делали для Германии, ребята собирали, вот сейчас фотки тоже поставим, там тоже утепляться пенополиуретаном. Это реально решение классное. Сейчас, кстати, очень много заявок идет, так как туризм развивается в стране. На озерах, на реках, такие домики, на плавающие, на воде, мы реально можем, во-первых, мы реально можем с ЛСТК делать, есть опыт проектирования, понимаем, какие нагрузки надо закладывать и давать, сколько это примерно может стоить, а утеплитель очень хорошо подходит. Цена у него сейчас, ну, на самом деле, не дешевая. По последним данным на сегодняшний день, там, на сегодня, там, какое число, 6 июня, где-то 23 тысячи куб материал с работой о компании, которые оказывают услуги такие. То есть 23-27 тысяч за куб, ну, и плюс, понятно, цена варьируется. Когда-то, я помню, материал стоил 8 тысяч рублей за куб с материалом работы. То есть цены реально влияют, и проблема в другом, что компоненты, на которых производится этот утеплитель, они все везутся из-за границы. И, соответственно, привязка большая, вообще дефицит поставки, плюс курс разницы евро, это реально работает. Друзья, если мы где-то ошиблись в плане эффективности применения этого материала, и если вдруг кого-то обидели этим, ну, это просто наше сугубое мнение из практики, и вот сейчас мы наглядно это видим, помимо этого, хотя таких объектов уже довольно-таки много делали, но мы не занимаемся утеплением ППО, это просто делали наши клиенты, так же, как и в этом случае. Поэтому напишите комментарии, если есть другое мнение или что-то хотите добавить, пишите комментарии, будем готовы ответить. Роман, Виталий тоже будет под комментами отвечать. Ну, то есть нам интересно устраивать там дебаты. Ну, так и не грубите, а то порой напишите чушь какую-то, в которой сами не разобрались, потом приходится что-то объяснять. А на грамотные, умные комментарии всегда хочется вступить в дебаты, и даже лучше позвонить или приедьте к нам на объекты, и мы на эти вопросы будем отвечать. Так, давай поговорим про... Ты сказал, что очень прикольное решение про лестницу. Здесь двухмаршевая лестница. Соответственно, за счет высоты под одним маршем мы организовали дополнительное пространство, которое может использоваться по назначению. В данном случае здесь будет оборудование размещено, будет стоять санузел. То есть вот под этим... Это пространство можно использовать под систему хранения. То есть, ну, это дополнительная полезная площадь. Друзья, вообще-то очень важный факт. Из технологии ЛСТК получаются довольно-таки неплохие решения по лестничным маршам. Не везде и не все лестницы можно сделать, сразу скажу. То есть не нужно прям всюду пихать. Порой показывают, там парящие лестницы, летящие, носящиеся, каких только назовешь. Но если грамотно и эргономично подходить к планировке, условно говоря, если у вас маленький домик, нужно войти в бюджет, то, конечно, в данном случае каркас такой лестницы, ну, я не знаю, там тысяч, наверное, 35-25 походится. То есть это по сравнению с черным металлом, те же самые деньги, только это можно собрать самому, проложив прокладки между ступеньками, демпферные ленты везде, потом это обшив. А если даже, вот как в Крыму мы показывали, залить это пенобетоном, ну, от монолитной лестницы не отличишь. Вот, кстати, наглядно здесь можно видеть, что как через сервисное отверстие прокладывается коммуникация. Удобно работать с такими решениями, когда их много и поставлены там, где они не нужны? Да, то есть вертикальные, вот, горизонтальные, точнее, все отверстия я пробиваю на слой, на слой умысел. Ну, здесь тоже горизонт стоит, вертикалка, да? Вертикалка, она, в принципе, да, по стандарту везде в середине профиля пробивается, а горизонталку можно выбрать, в принципе, любую высоту, то есть, если, ну, у заказчика есть предпочтение, там, мне нужно на вот такой высоте отверстие сделать. Заранее сделали, пробили? Да, мы пробили. А если смотреть, конечно, это со стороны электрика и удобства монтажа, вот эта гоферка, конечно, не очень удобная, она тут цепляется каждый раз. Я видел, как ребята делали просто изоляцию от трубы, условно говоря, вот такой вот утеплитель. То есть, они берут его, прокладывают сюда на трубу и просто протягивают. Чтобы не цеплялось. Да, чтобы не цеплялось, ну, ускоряет прокладку провода, потому что... А вообще, европейские коллеги сюда используют, мы сейчас покажем в видео, специальные клеточки вставочки. Пластиковые вставочки. Я очень ищу производителя, который может пластмассу эту отлить, потому что это стоит реально копейку, но я бы хотел поставить это на поток. Поэтому, друзья, если среди вас есть производители вот таких деталей, изделий, отливка из пластмассы, там какой-то способ изготавливать такие клипсы, которые мы сейчас показываем на видео, отзовитесь, напишите комментарии, потому что заказов уже много, и хотелось бы это поставить на поток. Давайте сделаем пользу нашим, как говорится, клиентам. Помимо того, что мы крепеж в комплекте даем, инструкцию, все это упаковано, я считаю, что у нас, на ваш взгляд, вы тоже разбираетесь. Лучшая в России упаковка на сегодняшний день комплектов ЛСТК. Ну, реально, не постесняюсь, просто я вытягиваю, они сами это не скажут. И хотелось бы, чтобы было бы еще лучше. Поэтому, если у вас есть такие ресурсы, свяжитесь, мы не просим бесплатно, мы хорошие заказчики, мы любим платить деньги, так же, как и нам любят платить деньги. И с удовольствием закажем такие клипсы для технологии. И еще есть пару идей, не можем их рассказать, они нас запатентованы, но тоже из пластмассы. Поэтому выходите на связь, буду рад. Давай поговорим теперь по ценам. Какая примерно цена, вообще сколько весит этот каркас такого дома? Вот на 120 квадратных метров 4 тонны 640 килограмм. 4 тонны 600 килограмм. То есть на сегодняшний день это где-то около 4 600, 4 600, где-то 800 тысяч, да? Сколько у нас получается комплект дома такого стоит? Ну у нас за счет того, что человек заказал сразу 6 домов. Да, мы дали ему вкусную цену. У нас сегодня цена-то дешевле стала. Металл сегодня подешевел. У вас было дороже наверняка. Да. Ну то есть на сегодняшний день, на 6 июня цена такого дома около 890 тысяч рублей примерно, да? Возможно, надо уточнять. Возможно, на то время, когда вы смотрите этот ролик, она уже стала дороже или стала дешевле, но примерно, в принципе, вот. И стройка плюс-минус такого бы дома, построенного по технологии легкий монолит, могла бы выйти где-то вот те самые 35 тысяч рублей, если строить самостоятельно. Да. За квадрат. Да. Это 120 квадратных метров. То есть пеноприоретан, та же самая цена примерно выходит, да? Да, примерно то же самое, но заказчик говорит, что быстрее. Ну ты знаешь, отдать 4 миллиона 200 за дом в 120 квадратных метров и получить его в ППУ, ну, такое себе, если ты не сам это, ну, не сам ты здесь планируешь жить и кайфуешь это ППУ. Если на продажу, и по менталитету лучше за эти же деньги поставить дом за 4 миллиона 200 полностью с монолитом в гипсокартоне, да, то, что мы видели, и эффект продажи будет точно. То есть, условно говоря, если эта недвижимость позволяет тебе больше заработать, зачем ее усложнять? Зачем усложнять эту продажу? Друзья, поэтому, собственно, что мы видим? Каркас примерно цена понятна, чтобы вас сейчас не выбивать как бы с мысли, а потом будет говорить, что у вас цена другая была на каркас. Цены постоянно меняются, но на сегодняшний день, на 6 июня, построить такой дом самостоятельно, то есть, повторюсь, что самостоятельно, это значит привлечь силы рабочих и выполнять функционал бригадира, самому покупать материал, и материалы работы у вас примерно войдет вместе с фундаментом 4 миллиона 200 тысяч рублей на 120 квадратных метров, что составляет 35 тысяч рублей за квадратный метр. И не путайте, не надо звонить с вопросами, что, о, вы мне дом за 35 тысяч рублей за квадрат поставите? Нет, это цена самостоятельного строительства. Если такой дом вы захотите построить силами филиала фабрики и каркасов, а в частности Калининград, это примерно начнется от 50 тысяч рублей минимум на 120, 6 миллионов рублей. Дом 120 квадратных метров, на 120 это получается 50 тысяч рублей квадратный метр. То есть, в принципе, цена такая же, как и у традиционных домов, но этот дом ничем не хуже, когда он заполнен легким аналитом. Тяжело об этом говорить, когда находишься в доме с заполненным ППУ, но мы сейчас говорим просто, в принципе, в альтернативе цены. Ну а что, 6 миллионов рублей, дом 120 квадратных метров. Что можно купить? Яму. Ну, тут яму побольше. Яму побольше. 60 тысяч рублей. 50 тысяч рублей за квадратный метр, 6 миллионов и добавить еще, ну, сколько, давай без изысков, 2-3 миллиона на отделку. Вот эти получается 8,5-9 миллионов рублей за площадь 120 квадратных метров дом в хорошем месте. А я сразу с Москвой сравню, потому что в Москве квартира 120 квадратных метров в нормальном месте может стоить 70 миллионов рублей, 60 миллионов рублей. Цифра разбег просто какой-то космический. Но когда в регионах, то в среднем цена продажи у метра это 80-100 тысяч рублей, черновая отделка. То есть, если сравнивать даже с вариантом квартир. Друзья, чтобы вы понимали, правильно смотрите этот ролик, здесь не идет какой-то баттл между технологиями строительства. Не нужно это совсем, и нам это не интересно. Здесь идет речь о том, что переселяться можно с многоквартирных коробок, многие их называют пчеловейники, если у вас есть хорошая земля, если вы понимаете, что вы готовы жить на этой земле, и вам удобно по логистике, на работу ездить, там, не знаю, детей в школу, в сад водить, ну, если так получилось, то просто очень хорошее сравнение. Как сильно отличается стоимость своего дома по сравнению с стоимостью квартиры. Многих просто пугает вопрос, да как этот дом построить, я же в этом ничего не понимаю, и они остаются жить в квартирах. И вот мы, в принципе, топим-то за это. Не от того, что отстроится такая технология, а то, что вам открыть глаза на то, что вы можете, переехав со своей квартиры в дом, легко и понятно, потому что технология ЛСТК, она очень хорошо подходит для самостоятельного строительства. Получить дом, который, по сути дела, в три-четыре раза в эффективности цены будет отличаться от квартир. А с учетом того, что я уже как этот сотрудник, агент банка Дом.РФ, а с учетом того, что работает сейчас ипотека 9% для самостоятельного строительства, эта мечта теперь стала более доступной. Все, что нужно взять в залог, отдать в залог недвижимость банку, получить деньги под строительство хозспособом дома, деньги распределить на подрядчиков, которые будут вам выполнять, нам за каркас, кому-то за обшивку, кому-то за утепление. И самостоятельно, а можно что-то сделать своими руками, потому что, если сделать дом вот это своими руками, то его цена уже будет не 4 миллиона 200, а где-то на миллион смело можно убрать. Это 3 миллиона рублей. А такие у нас истории есть, и мы их на канале периодически показываем. Смотрите. Своими руками, своими силами, закупив только материалы, силами, сколько людей строили дом, кстати, хороший пример будет. Четыре человека строили? Да, четыре человека. Вот, смотрите. Жена, муж, теща и сын. 16-летний. Вот силами 4-х человек за 2 месяца и за 3 миллиона можно построить такой дом, но заполненным легким монолитом. Это вам не каркасник. Ну, либо пенополиуретаном, если отец занимается пенополиуретаном. Ну, вроде неплохо. Да. Роман, спасибо за ваш позитив. Ну, и что мы немножко прикалываемся, ну, по крайней мере, мы говорим о серьезных вещах, не чуть-чуть с юмором. Друзья, как вообще думаете, мы все правильно делаем на этом канале? Нет никаких замечаний. С вами был Владимир Лозенко, Роман, Виталий, До встречи на наших новых объектах.